Итак, я приветствую всех собравшихся в этом зале. Очень приятно, что 2019-2020 учебный год стены шоурума начинают с темы общеуниверситетской, общереспубликанской, общероссийской, международной, крупнейшей значимой темы, связанной с решением международного жюри о присуждении медалей имени Лобачевского и премии за особые достижения в области математических наук. Впрочем, об этом подробно сейчас все будет сказано. И я думаю, что это еще и очень символично, потому что это медийный зал. Мы очень много сейчас говорим о том, как гуманитарные знания должны двигаться и трансформироваться в сторону восприятия, большего понимания того, что происходит в мире естественных наук. И это еще, я думаю, хорошая зарядка для наших коллег-журналистов, которых я тоже приветствую в этом зале, тех, кто наблюдает за нами дистанционно, тех, кто далее будет освещать результаты того значимого события, которое сегодня произошло в Казанском федеральном университете. Но прежде всего, если позволите, я представлю участников нашей сегодняшней церемонии, она же пресс-конференция. Это проректор Казанского федерального университета по образовательной деятельности, научный руководитель физико-математического направления исследований в КФУ Дмитрий Альбертович Таюрский. Под ваши бурные аплодисменты. Профессор Казанского федерального университета, академик Академии наук Республики Татарстан, председатель международного жюри Марат Мирзаевич Арсланов. И профессор Челябинского университета, академик Российской Академии наук Сергей Владимирович Матвеев. Я понимаю, что все ждут того момента, когда будет названо имя обладателя медали и премии Лобачевского. И все же, было бы, пожалуй, нужным, важным и существенным в этот значимый момент, Дмитрий Альбертович, чтобы вы еще раз напомнили нам о том, что это за премия, что это за медаль, что вообще это для математического сообщества и нашего, и мирового означает то, что уже второй раз, это второй раз вручается вместе и медали, и премицы. В самой новейшей истории. Да, вот так, я вот все думал, как поправиться. Что это означает для, в целом, большой науки нашей страны и мира. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости Казанского университета. Я понимаю ваше нетерпение узнать имя лауреата. Премия, которая была основана в 1895 году, когда профессор Казанского университета Васильев объявил, что будет присуждаться премия имени великого математика, геометра, ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского. Два года, видимо, ушло на то, что собирались пожертвования, поскольку это были средства имя пожертвований. И в 1897 году произошло первое присуждение премии Лобачевского. Присудили премию тоже величайшему математику того времени, Софу Сули. А рецензию на работу Софу Сули писал еще один великий математик, Феликс Кляйн. Так вот, он написал настолько хорошую рецензию, что решением ученого совета Казанского императорского университета ему была присуждена медаль Лобачевского. И вот с тех пор вот эта пара, медаль плюс премия, они идут как-то вот таким ровным рядком, что называется. За всю историю дореволюционной России премию и медаль Лобачевского присуждалась многим великим математикам. Я отмечу только, что в 1904 году она была присуждена Дэвиду Гильберту, математику, которому сформулировал величайшие проблемы, математики, которые должны быть решены. В советское время по-разному премия передавалась в видение Академии наук СССР. С перерывами то премия присуждалась, то медаль отдельно. Разные были времена. Но вот в 2017 году в Казанском федеральном университете было принято решение возродить вручение и медалей, и премии имени Лобачевского. Это международная премия. Было создано международное жюри, и в 2017 году премия медаль Лобачевского была присуждена выдающемуся математику из Соединенных Штатов Америки Ричарду Шону из Калифорнии, из университета Беркли. Однако за прошедшие два года мы немножко поменяли формат присуждения медали и премии, поскольку изначально мы думали, что будем присуждать медаль и премию за достижения в области только связанной с геометрией, с той частью математики. Мы пришли к выводу, что Лобачевский, вообще говоря, был не только геометром. Вы знаете, что первый курс математической физики в Российской империи был прочитан именно в Казанском университете, и именно Лобачевский, это тот, кто прочитал первый курс математической физики. Первый учебник в России по алгебре был написан Лобачевским. То есть его заслуги здесь сложно переоценить, и мы решили в университете, что премия должна все-таки носить более широкий характер, имеется в виду номинации на премию в области фундаментальной и прикладной математики. И вот в этом году впервые был объявлен конкурс на присуждение премии и медали имени Лобачевского в области работ по фундаментальной и прикладной математике. Было создано международное жюри. Я еще раз напоминаю, что весь денежный фонд премии, он составляет, самой премии, 75 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки, и это деньги, спонсорские деньги, которые поступают на счет университета. Это не деньги университета. Это опять же мы возрождаем ту же самую традицию, что была и при присуждении первой самой премии имени Лобачевского, когда собирались пожертвования с меценатов и с тех людей, которые хотели помочь в университете. В этом году жюри состояло из 17 ученых, часть из которых представлена сегодня здесь в первом ряду. Это выдающиеся математики, работающие в своей области много-много лет. На заседание жюри смогли приехать 11 из 17 членов жюри. Профессор Михаил Громов из Франции участвовал в заседании посредством онлайн-конференции. Остальные члены жюри прислали свои листы голосования по электронной почте заранее, но он был оглашен только в день заседания. Сегодня мы с утра провели заседание международного жюри, на котором рассматривались представленные работы. Но работа жюри велась в течение всего времени, то есть с декабря 2018 года по фактически 3 сентября 2019 года. Было представлено более 20 работ на то, чтобы быть рассмотренными. Часть из этих работ сразу же прошла отсев и не была принята к рассмотрению ввиду определенных квалификационных характеристик. До сегодняшнего голосования дошли, были допущены 12 кандидатур, 12 номинаций, 12 работ представленных. На заседании жюри мы сначала рассмотрели все эти номинации. По трем номинациям было решение сразу же не включать их в процедуру голосования, поскольку по ним были получены отрицательные отзывы от ведущих ученых России и зарубежа. Один из претендентов был отложен до следующего конкурса для более глубокого оценивания. Всего осталось у нас 8 работ, 8 номинантов. Ну и члены жюри выражали свое мнение путем тайного голосования. Была разработана процедура голосования, если потребуется несколько этапов. Но оказалось, что несколько этапов совершенно не нужно. Уже в первом туре голосования безусловную приоритет получила одна из кандидатур, один из номинантов, имя которого я прошу озвучить председателю международного жюри, профессора Казанского федерального университета Арсланова Марат Мирзевича. Пожалуйста, Марат Мирзевич. Я с каждым удовольствием издеваю. Вот, Митрий Альбетович уже говорил, было больше, более 20 номинаций. Все работы очень хорошие. Хотя, несмотря на то, что некоторые работы не удовлетворяли условиям конкурса, и мы их вычеркнули из списка лауреатов, эти номинации, тем не менее, это были очень выдающиеся, можно сказать, результаты. То есть уровень премии Лобащевского очень высокий. Вот. 8 номинаций остались, и после первого тура голосования единодушные мне всего из 17 членов жюри первые места, 9 членов жюри дали первое место профессору Канадского университета Даниилу Вайсу. Таким образом, лауреатом премии Лобащевского... Я не могу звучать аплодисменты. Подробности? Ну, я думаю... АПЛОДИСМЕНТЫ В той области, где работал, работает Вайс. Он сейчас более подробно расскажет, за какие заслуги Даниила Вайса мы присудили ему премию. Только я вот сделаю одну короткую ремарку. Учитывая, что в зале есть профессионалы, глубокие знатоки математики, что называется, но есть и журналисты. В прошлом году мы очень долго объясняли, позапрошлом году, за что была присуждена премия. То вот таким, если можно, научно-популярным языком. Постараюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Я уже второй раз присутствую на присуждение премии. В прошлом, несколько лет назад, и вот сейчас. Ну, я уж не посчастняюсь сказать, что я завидую, завидую студентам, преподавателям Казанского университета. Значит, почему? Ну, я опять хочу немножко отвлечься. Вот мой родной университет, Челябинский государственный университет, сейчас подвергся аттестации. То есть проверяют, как там, чего все делано, как делается. И наверняка все вы знаете, что довольно часто в математической литературе идут статьи, которые не очень интересны. Вот. И я уж опять поругаюсь, министерство образования нас толкает на то, чтобы мы бы больше статей. Очень хорошо, если это будут статьи иностранных участников. Но это не есть математика. Чем занимаются математики? Ну, я боюсь, что вот в тонкостях я не смогу рассказать. Но вот, может быть, на другом примере. Вот жила-была гипотеза по Анкаре, что любое многообразие, односвязное, что оно, при выполнении некоторых условий, является настоящей сферой. Теперь автор решения этой гипотезы – это Григорий Перельман. Наверное, слышали об нем, об нем много чего говорили, который отказался от премии, значит, очень престижной премии. Ну, я думаю, наши номинанты не будут отказываться от премии. Значит, опять, что меня беспокоит в математике, я уж попробую, пожалуй, что часто в большинстве случаев старают ученые только бы опубликовать. Хорошая статья или нехорошая, к чему она приведет? Больше публикаций. Имя, естественно, на это наталкивает. Больше, больше, больше публикаций. Значит, что касается вот о премии, премии Вайса. На самом деле, это сложная премию, которую получил Вайс. Это сложная математическая проблема, которая решалась этап за этапом. Значит, речь идет о топологии. Топология – это вот частик пространства, как они связаны с друг другом, как их можно склеивать. Ну, там, группа гомологий. То есть, это сложная проблема. Значит, Вайс, он известный математик, он писал, публиковал свои статьи. Я тоже их читал, но с большим трудом. Кое-что я не понял. Но у него были соавторы. Соавторы – это Эгл, это американский ученый. Ну, и сейчас вот это редко бывает, когда в отношении, вот, по крайней мере, Вайса, все более-менее ученые, которые этим заинтересовались, они сказали, да, проблема решена. Это правильно. Зачем нам решать такие проблемы? Знаете, все в мире взаимосвязано. Решили проблему, от этого не прямо сейчас. Еще и не знают, как там, разные разветвления. Но это заведомо принесет пользу. Пользу не только математике, но и смежным наукам. Что я еще хотел сказать по этому поводу? Сергей Владимирович, можно я перебью? Да, да. Вот, речь идет о проблеме Хакена. Может быть, несколько слов скажете. Там речь идет, ведь, агол и ибайс, определяющий вклад в решение этой проблемы. мы это обсуждали, принадлежит вайсу. Вот несколько слов об этой проблеме, пожалуйста, скажите. Ну, многообразие Хакена это специальный вид многообразий, значит, про которые в неком смысле на основе этих вот кусочков, с которых они собраны, можно получить далеко идущие последствия. Я не готов, вот так сказать, четко доказать теорему. но влияние, влияние вот результату Вайса, а также я и вот прошло в предыдущем, когда предыдущую премию присуждали, там это влияние, влияние новых открытий это чувствуется. Ну, немножко опять вот я позволю несколько минут сказать, на самом деле вот была топология, это умение составлять из в голове, конечно, не вручную, из частей каких-то составлять тела, которые обладают какими-то свойствами, нужными свойствами. Это вот первый шаг, который здесь требуется. ну вот используя результаты Вайса, вот эти шаги, их можно сделать гораздо более легче, гораздо более они будут эффективны, ну и как правило, вот такие этого на самом деле то, что вот мы сейчас присутствуем, это прорыв, прорыв в математике, но любой прорыв в математике он приведет к великим последствиям, положительным последствиям. Еще раз, я завидую студентам, преподавателям Казанского университета то, что сумели организовать, сумели привить у студентов правильное отношение к математике, и я думаю, что в ближайшем будущем Казанский университет выйдет на самый-самый верхний уровень в развитии математики. Спасибо. Спасибо за это. Очень хорошее пожелание, надеемся, что и прогноз, прогнозам математиков стоит верить, поэтому мы верим, что в ближайшие годы Казанский университет выйдет на самые передовые позиции в области мировой математики. Коллеги, у кого есть... Да, конечно. Я задаю, какие будут вопросы, примерно уже, потому что не первый раз присутствую на пресс-конференциях. Небольшую справочку я дам, конечно, вы можете найти всю информацию как о премии Лобачевском, так и о самом лауреате этого года в интернете. Но, тем не менее, чтобы всем было понятно сегодня, Даниил Вась достаточно молодой математик, он 1971 года рождения, образование получил в Соединенных Штатах Америки, в Принстонском университете, получил там степень в 1996 году, если я правильно помню. И вот как раз немножечко своего уважаемого коллегу хочу поправить. Вот с 96 года за 23 года он опубликовал более 100 статей о математике. То есть это получается по 4 статьи в год. Так что иногда публиковаться много тоже хорошо. Главное, чтобы публикации хорошие были. Правильно, чтобы было. Да, правильно, чтобы было. Значит, работает сегодня полным профессором математики в университете МакГилл в Канаде. По отзывам студентов, ну студенты, они же у нас люди интересные, если с них много требуют, значит отзывы будут плохие. Так вот, многие очень жалуются, что он очень много задает домашних заданий. Вот, видимо, от этого у него идет желание написать много статей, потому что он очень много ставит вопросов, проблем и очень много задает домашних заданий. Но, тем не менее, все отмечают, что любовь к математике это просто есть красная нить, которая проходит сквозь все его лекции. И действительно, студенты, которые слушают его лекции, они просто вдохновляются. И, возможно, будущие лауреаты премии и медали Лобачевского сидят сейчас в аудиториях университета МакГил и слушают лекции профессора Вайса. А некоторые будущие лауреаты, может быть, вот в этой может все. И тоже послушают лекции профессора Вайса. Кстати, сам Вайс знает уже решение международного жюри. И отсюда второй под вопрос. Он готов в связи с этим приехать в Казанский университет на церемонию вручения медали и премии, чтобы и наши студенты, и ваши коллеги, ученые услышали его лекцию. Вот когда мы поняли, что одним из главных претендентов на медаль является Вайс, я с ним связался и получил от него обещание, что он, если присуждение ему премии, с большим удовольствием и благодарностью приедет в Казанский университет. Его номинировал профессор Громов, он уже с ним связался после того, как стало известно, что он является лауреатом нашей премии, и сразу же ему позвонил, поздравил и получил еще одно обещание, что он обязательно приедет на нашу церемонию вручения этой медали. Которая состоится, кстати, когда? 2 декабря, да, 2 декабря вот этого года. Остается только с надеждой верить в его обещание, что он действительно приедет, ну и порадоваться за его студентов, которые в эти дни будут меньше делать домашки. Есть ли вопросы коллеги в зале у журналистов, возможно у специалистов? Да, конечно, микрофон сейчас передадут. На самом деле я хочу представить Валерий Николаевич Берестовский, один из ведущих геометров нашей страны из Новосибирска. Ваши аплодисменты. Попытно решена проблема напрямую связана с пространствами Лобачевска. Если вы возьмете трехмерное пространство Лобачевска и возьмете некоторое преобразование, которое сохраняет расстояние, склеите, получится некоторое многообразие, которое называется сейчас гиперболическим. Терстон, выдающийся математик, поставил 18-ю проблему 1982 году и попутно была решена часть этой проблемы. То есть это прямая связь с работами Лобачевска. Спасибо. достаточно существенное интересное дополнение. Еще вопросы? Все как-то задумались, видимо, обрабатывались. Я тогда еще, знаете, чисто такой обывательский момент, который всегда интересует средства массовой информации, когда работают международные жюри, когда достаточно большое количество претендентов, заявок, в том числе и в процессе, как вы говорили, идет дисквалификация каких-то работ, отложены какие-то работы на более поздний период, всегда возникают какие-то волнения, может быть, недовольства, обиды. И вот как международные жюри чувствуют атмосферу среди номинантов в рамках принятия своего решения? Ну, вы правы, действительно, острые моменты возникали. Были, вот когда какой-нибудь серьезный организации выдвигает на премии лауреата, а этот лауреат не удовлетворяет условиям конкурса, мы ему об этом пишем, нам в этом помогает четко разработанное положение о конкурсе. Мы следовали буквы вот этого положения и каждый раз аргументированно отвечали нашему номинанту. И поэтому вот эти вопросы они гостили с самого начала. Были, конечно, некоторые ненормальные представления. Один из американских университетов выдвинул на премию человека и среди его заслуг просто перечисляется. Он считает лекции студентом, студенты его любят, и мы его номинируем, и в случае присуждения премии вот его банковские счета. Почему ненормальные? Это серьезный университет, я уж не буду назвать, меня это удивило, все оформлено по всем правилам. Но, естественно, после обсуждения мы эти представления отклоняли. Так что таких очень трудных моментов не было. Димитрий Альбетович уже говорил, что работа японского математика это математию математицуки. Это выдающееся достижение, это решается так называемая АБЦ проблема. Сергей Викторович Сергей Владимирович Востоков, специалист в области теории чисел, он мог бы подробнее рассказать. Действительно, если бы он получил премию, это было бы украшением нашей премии Лобащевского, но эта работа еще не получила однозначного признания со стороны математической общественности. Скорее всего, это действительно выдающееся достижение, но требуется время, чтобы внимательно прочитать, оценить, и поэтому после очень тщательного обсуждения с членами жюри мы решили эту работу отложить до следующего конкурса. За эти два года Московская математика здесь присутствует, члены жюри, они обещают организовать серии семинаров для изучения этой работы. Мы в Казани тоже постараемся найти ответственного серьезного специалиста, который работает в этой области. Я думаю, Сергей Владимирович Востоков нам в этом поможет, чтобы такой обстоятельный отзыв на эту работу мы получили. И через два года мы вернемся к рассмотрению этой работы. Спасибо. А есть, да? Пожалуйста, сейчас микрофон передадут. Марат Мирзайч, прослеживается какая-то тенденция. Можете, если это не секрет, рассказать о каких-нибудь верхних несколько человек, которые там были вверху этого списка, то есть, ну, помимо вот того, о котором вы только что рассказали. я хотел попросить председателя счетной комиссии Семена Рафаиловича Насырова, я сам могу тоже на этот вопрос ответить, но я хотел бы, чтобы Семен Рафаилович озвучил. Если вы помните, кто занял первое место, это Вайс, Данил. Ну, хорошо, тогда я могу назвать. Второе место... Давай сейчас, извините, нет данных, но просто... Ну, хотя бы тройку, да, лидеров, что-нибудь. Ну, вот первое место, да, Вайс, безусловно, значит, у него 9 первых мест, вот, Сатры он победил, а второе место занял Ижак Хакович Сабитов, это известный профессор Московского университета, заслуженный профессор, он 4 раза, по-моему, если я не ошибаюсь, участвовал вот в номинациях, да, и в 97-м году, вот как раз, когда одним из номинантов был Громов, да, и он победил тогда вместе с Комраком, математиком из Белоруссии, вот тогда он был почетный отзыв, по-моему, Валерий Николаевич тогда, тоже получил почетный отзыв, то есть был очень хороший конкурс 97-го года, вот, ну, вот ему как-то вот не очень везет, к сожалению, вот, ну, вот, это действительно выдающийся математик Сабитов, и у него есть интересные результаты, изгибания многогранников, ну, вот, как можно сказать, кузнечные меха, или там вот как на гармошке играют, там вот, значит, то есть вот объем, значит, тела при изгибании, то есть вот, насколько он меняется, у него есть вот выдающийся результат, вот, который потом был обобщен, по-моему, Гайфулиным, вот, молодым математиком достаточно, за который тот получил премии, ну, вот, и, так сказать, московской математике очень активно поддерживали, но он действительно выдающийся математик, вот, ну, вот, как-то ему вот не везет, к сожалению, вот, с победой, но он несколько раз, вот, занимал такие вот призовые места, и ему уже, по-моему, сейчас за 80, да, если я не ошибаюсь, но, но, он будет участвовать и в следующем конкурсе, вот, третье место, насколько я помню, занял Иванов, да, Иванов, вот, это такая тройка, да, это, ну, относительно молодой, так сказать, математик, вот, мы говорим молодой, но смотришь уже там, лет уже за 40, там, ближе к 50, ну, может, для математики это молодой, но, на самом деле, так все, не такой молодой, да, не 30 лет, там, не 25, вот, ну, вот, такая тройка призеров, но, наверное, все преднажды его мнения, что вот восьмерка, которая обсуждалась сегодня, это действительно выдающиеся результаты, и они все заслуживали какого-то, так сказать, вот одобрения, и раньше были какие-то поощрительные премии, вот такие вот, так сказать, может быть, это тоже как-то обсудить, то есть, если человек не занял первое место, это не значит, что вот он проиграл, да, полностью, он тоже занял второе или третье место, это очень-очень почетно в такой ситуации, ну, все, спасибо. Действительно, перед нами действительно стояла очень трудная задача, вот два года назад мы присудили первые в новейшей истории премии Лобачевского премия, и после этого очень большой резонанс получил вот эта премия Лобачевского, и география представления номинантов была очень широкой, Соединенные Штаты, Канада, почти все основные европейские страны, и Новая Зеландия, Япония, Китай, и вот действительно, вот можно пожалеть, как Семен Афайлович говорит, Ижат Хаковича-Савитова, он конкурировал молодыми математиками с весьма серьезными, сильными результатами. Спасибо. Ну, поскольку вопросы, я так понимаю, зреют, они еще будут, видимо, задаваться и в индивидуальном порядке, и еще будет торжественная церемония, и еще будет возможность пообщаться, собственно, с победителем, я тогда позволю в завершение, Дмитрий Альберыч, а вот вообще премия равная, премия Лобачевского, медаль, премия Лобачевского, существует еще где-то в России, может быть, в Европе, вот что-то, вот с чем можно было бы соотнести значимость вот этой премии, значимость того события, соответственно, да, которое мы сейчас наблюдаем, то есть принятие решения по очередному обладателю этой премии медали. Ну, вы знаете, я думаю, этот вопрос не совсем правомерен, каждая премия, она ведь уникальна сама по себе, и значима сама по себе, но неспроста история премии медали Лобачевского насчитывает уже более 120 лет, это и история, это есть и тот ряд лауреатов, которые получили, и которые принесли значимость и международное признание этой премии, с другой стороны, я вам скажу так, мы все знаем, что, ну, считается так, что топовые премии, там, является в науке, вообще в науках, это премия, Нобелевская премия, так, а в области математики, это Филдсовская премия, так, но существуют ведь и другие премии, премии различных фондов, которые в десятки раз больше, чем размеры Нобелевской премии, то есть, Нобелевская премия 1 миллион долларов, то есть, это есть совершенно разные, и здесь я бы вот так, ставить в один ряд все эти премии, я бы не стал, каждая премия уникальна сама по себе, я скажу так, что помежду, у нас в Российской академии наук, есть тоже много премий различных, медалей, в том числе в области математики, вот, здесь, это премия Казанского федерального университета, именно премия имени Лобачевского, который имеет свою историю, это есть своя история, у других премий своя. Спасибо. Сейчас, когда вы выйдете из этого зала, вы, очевидно, все равно попытаетесь, я думаю, связаться с победителем, с профессором Вайсом. И гораздо утромивше у них. Надо его будить в этой ситуации, чего спать-то? Вот, и опять же, студентам приятно, вот, я думаю, что ему будет дважды, трижды, четырежды приятнее узнать, что, вот, его имя было встречено вот такими теплыми овациями, которые сейчас прозвучат, и вы ему обязательно об этом скажите. Передайте наши теплые овации. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова